На станцию Леноск-3 вновь прибыл особый состав. Шесть вагонов, в них эвакуированы граждане из Луганской и Донецкой народных республик. Всего приехало больше 220 человек, половина из которых это женщины с детьми и пожилые граждане. Немало среди прибывших и инвалидов. Им начали оказывать помощь сразу на перроне вокзала. Предоставили коляски и специализированный транспорт до пунктов размещения. Бросив все, Юрий Викторович вместе с дочкой прибыл в Ульяновск из города Рубежной Луганской области, где сейчас идут ожесточенные бои. Возвращаться обратно сбежавшие из настоящего ада больше не планируют. Города больше половины нет. Есть готовим на кострах в Латыни. Нет, еще нет. Семья Нескоромных несколько месяцев жила в подвале. Жить в таких условиях было невозможно. Из дома все с семьей бежали без оглядки, чтобы спасти свои жизни. Время на сборы не было, поэтому взяли с собой только самое необходимое. Пару вещей, документы и любимую собаку. Людям нужно время, чтобы прийти в себя. Регион с этим поможет. Первым делом необходимо накормить и разместить. Прибывших встречали сотрудники МЧС и волонтеры. Они помогали донести вещи до автобусов. Людей, нуждающихся в медицинской помощи, направляли к врачам. Дальше дорога до гостиниц. Жители из ЛНР и ДНР заселили в «Авангард» и «Венец». В каждом пункте размещения волонтеры подготовили гуманитарную помощь на первое время. Также в гостиницах их уже ждут. Будет организовано трехразовое питание, комфортные номера для проживания. Социальные работники встречают. И уже для маленьких детей готовы также кроватки, коляски, средства личной гигиены, продукты детского питания. Напомним, что в регионе работают пункты приема пожертвований на улицах Льва Толстого, 58 и Краснопролетарская, 9. В числе принимаемых вещей первой необходимости – нескоропортящиеся продукты питания, гигиенические товары и мыльные принадлежности, сезонная одежда для взрослых и детей. Подробности можно уточнить по телефону, указанному на экране. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.